ребят всем привет с вами артур я сегодня в селе токаревка напротив вы можете наблюдать сельский совет но нам другую сторону а мы сейчас пройдем к памятнику погибшим солдатам во время второй вера мировой войны села токаревки и буквально сегодня на работе сидел было скучно делать было нечего и подумал такое вроде солнечное теплый весенний день почему бы никуда не поехать вот здесь недалеко от херсона есть село токаревка по и попробовал поискать информацию о селе выедом ничего не нашел кроме того что на территории села находится храм равноапостольной книги не ольги мы сейчас кстати к нему тоже подойдем ехал я сюда примерно полчаса то есть от херсона до токаревки примерно полчаса и минут сорок от токаревки до новой каховки так что село запущенным никак нельзя назвать потому что на территории села почти в каждой второй хате находятся стеклопакеты вообще село такое активно здесь даже я встретил два магазина здесь даже есть два магазина я помню когда был в красном маяке там я встретил только один магазин и когда спросил плавленый сорок у вас свежие то конечно я вызвал продавца исторический смех как вы понимаете товар туда завозится лучшем случае раз в неделю так что говорить о качестве продукции это просто смешно и глупо когда там находятся и пиво и селедка и машина и масло и все что хочешь продуктовом магазине может встретить и найти так что давайте посмотрим вот такой памятничек солдат прямо дом культуры и вот то чем я вам говорил храм равноапостольной княгини ольги село мне понравилось пока я шел сюда я встретил наверное человека 2 никого нет просто глушь просто глушь да вот это мемориальная памятная доска вот с фамилиями жителей токаревки которые погибли во второй мировой войне защищая нашу родину да так как весна смотрите какие красивые кустики как они классно пахнут куча пчелок как говорил альберт энштейн если исчезнут пчелы то человечеству вымрет за пять лет абсолютно прав да также здесь есть памятник жертвам голодомора вот он 32 33 от земляков вечная память погибшим геноцида там немножко дальше селе тягинки тоже есть памятник где были похоронены как вы красавица этом памятничек где были похоронены жители села тягинки во времена голодомора я тоже там когда был тоже туда подходил там он прямо на территории кладбище находится вон немножко дальше тягинка тоже там большое количество человек погибло от геноцида прошу прощения за сильный ветер так как село находится по факту в поле в пустыре так что не удивительно что в таких местах всегда дует ветер это не в городе вот за что я люблю и за что мне больше всего нравится приезжать вот в село здесь проводить время гулять это за вот эти глубокие яры то есть видите да на уровне меня деревья там еще метров метров десять наверно вниз да он там поляна кто-то отдыхает он камуши скорее всего там где-то балка проходит вот такие яры сюда классно приезжать на природу на шашлычок да вот этот храм сейчас мы к нему немножко ближе подойдем вот еще какая-то прямо построечка есть но судя по камней где-то под сотню лет не меньше не знаю конечно что это в интернете очень очень мало информации о этом селе среднем здесь проживают около тысячи человек то чем мегаполис по сравнению с тем как я был в константиновке там проживает около 400 человек 400 450 кстати посмотрите видео село константиновка я был там в воскресенье тоже очень понравилось рад что туда съездил замечательное историческое место это уже николаевская область там каких селах три села там есть константиновки жоптного район до куда я ездил конечно на айфоне стабилизация немножко получше чем снимать на фотоаппарат такая постройка не знаю честно что это вот подвал видно покладкой до под сотню лет вообще на улице так жарко вот зайти в продуктовый магазин купить водички попить сейчас ребят в подвал я не горю желанием спускаться там очень много мусора грязи всяких возможно шприцов иголок кладка интересная да она просто арка выложена вот дальше тоже арка честно извините не пойду о теленок смогу тебя погладить видите поглажу малой иди сюда видите вот за что мне мы ходили с девушкой в контактный зоопарк нам пришлось платить деньги чтобы потрогать животных сели пожалуйста и говорил да надо я и говорил пойдем с тобой поедем с тобой село и там трогай не хочу козочки телята это дом культуры токаревки то есть там дальше табличка будет да это вот можете наблюдать двухэтажная школа вот со стыклопакетами ничего себе он дальше стоит скорая помощь скорее всего здесь на территории находится на территории села находится фаб или какая-то больничка небольшая спортивная площадка футбольное поле баскетбольное кольцо можем наблюдать здесь наверно дверной проем был будинок культуры написано сейчас вот так заворачиваем вот а тут нет окна просто камнем все это зашито давайте еще к этому памятничку подойдем я честно ну я всегда когда приезжаю куда-то мне всегда хочется вот подойти к этим мемориальным местам постоять минутку я это время конечно не застал но прадед мне рассказывал такое вечное слава воинам погибшим за советскую родину 41-45 ну все ребят теперь давайте поднимемся храму да дует сильный ветер не знаю даже сейчас тут пройтись немножко останется потерпите все класс все цветет все пахнет селе все стараются все украшивать все дворы красятся белятся все везде подмазывает со штукатуркой то есть так чувствуется что приходит весна и все наводят у себя порядке молодой да вот так вот школа со школы вышел на коня сил и погнал домой молодая сочная свежая травка до сама раз сейчас воробьи старая бремна честно я даже не могу представить что это было это может видите раньше он вкладку улаживали доски как перекрытие сверху над рамой стеклопакетом связи замка трубецкого там уже залежали металлические подпорки можете наблюдать да делается деревянный каркас из таких тоненьких достачек и все это потом глиной обмазывается вот видите как раньше уложили камень вот основной большой вот от него отходят поменьше да вот так и мы все стоит он проводка выглядывать немножко так ну давайте здесь с вами пройдем вот о чем я вам говорил видите из штабика выложиться такой подмосток все это снизу штукатурится все это стоит много лет все вот мы попали на территорию судя по кладке да этот храм был построен буквально недавно может десятилетие два десятилетия назад ну лет двадцать назад мне точно кажется это вообще я читал что село токаревка была основана в 1780-х годах еще вот обратите внимание я смотрел вот какая то есть водонапорная башня или что это то есть сверху она обшита шубой красиво но если посмотреть во внутрь я с обратной стороны заглядывал то поверьте кладка там скорее всего может купол какой-то сверху еще был или колокольня была или к это водонапорная не знаю честно в интернете ничего про нее не нашел то есть внутри кладка очень старая скорее всего тоже она с этим зданием одногодки мне кажется сегодня вторник так что служб нет никаких территория церкви закрыта то есть как и везде во многих селах службы проводят в основном воскресенье дни или это дома молитвы или это храмы или собора и правило служба ведется выходной день вообще мне нравится что здесь так чисто убрано красиво интересно главное что здесь спокойно мне это нравится я люблю ездить я люблю путешествовать так что давайте покажем вот ахра скорее всего вон там где решеточка видите сверху там находятся эти купола колокола вон видно лестнице до подыматься наверх объекты до хороной на это новые постройки но все равно ребята масштабами своими тоже так поражает большая построечка большая действительно зал идет проходят службы да где читает молитву мне кажется не очень большой но высота его просто просто приличная да вот такой в константиновке храм да тоже очень красиво построена молодцы большущая видите да даже объектив не может все взять в камеру красиво конечно вон токаревский автовокзал школа вход в школу центральный вход все цветет все пахнет и красота да и только хочу сказать спасибо ребят за то что посмотрели этот ролик подписывайтесь на мой канал с вами был артур заходите на мою страничку в контакт там всегда много интересного всегда интересные статьи я постоянно выкладываю туда свое видео я пишу какие-то статьи за места в которых я бывал то есть спасибо что стоите со мной спасибо что продолжаете меня смотреть извините меня я не профессиональный блогер тексты мне никто не пишет вот как есть так и есть спасибо вам за все ребята всем пока всем хорошего настроения с вами был артур но так да тексты тексты и тексты Продолжение следует...